Добрый вечер, уважаемые коллеги. Начинаем послематчевую пресс-конференцию с главной тренерной команды. Андрей Владимирович, пожалуйста, комментарии по сегодняшней встрече. Мне понравилась сегодняшняя игра в нашем исполнении. Мы, конечно, очень рады этой победе. Не удалось нам удержать в прошлой игре. Мы играли здорово, но потом наступила какая-то нервозность, отдали инициативу, и в итоге 3-0 позволили сопернику сравнивать. Сегодня достаточно уверенно. Мы играли, наверное, в третьем периоде. Соперник пошел, тоже немножко наступил. Но, тем не менее, благодарен ребятам за самоотдачу. Сегодня была такая команда, где были какие-то ошибки, исправляли самоотверженностью. Спасибо. Александр Владимирович, пожалуйста. Да, игра получилась неплохой. Напряжение было до конца игры, много было борьбы. Я не могу сказать, что мы не хотели. Ребята выложились на сто процентов. Единственное, конечно, да. Боль голов – это уже как минимум ничья, если ты не пропускаешь. Поэтому тяжело выиграть без голов. Есть претензии, конечно, к нападающим нашим. Я не скажу, что у нас было много моментов, но они были. Надо было забивать. И тогда, как говорится, совсем другая игра. Но это жизнь, как говорится. Мы не забили. И будем работать над этим именно над завершением. Потому что в прошлой игре у нас с Новокузнецком было много моментов. Мы не забили в этом. Причем где-то и в пустые ворота. Поэтому будем работать и реализовать. Спасибо. Пожалуйста. Вопросы? Александр Леонидович, что случилось с нашим большинством? В начале были одним из лучших в лиге. Последние матчи мы не можем реализовать лишнее. Ну и двойное большинство, если говорить о прошлой игре. Хороший вопрос. Сами копаемся в этом. Знаете, где-то, когда оно все так получалось, да. Потом мы где-то начали побольше искать передач. То есть уже искать лучшие позиции. Как говорится, хоккей такого не прощает. И это так накладывается, накладывается. Вот сейчас, можно сказать, попали в такую небольшую яму, из которой, конечно, надо выбираться. Но тренируем на тренировках, работаем. Ищем. Даже сегодня поменялись сочетания. У нас еще до следующей игры опять же есть день, ночь. Подумаем, что, как, чего. Но будем работать над этим. Спасибо. Пожалуйста. Вопрос, Андрей Владимирович. Скайбелкин, Андрей Владимирович, программа «Авертайм». Сибирь известна тем, что ищет и находит молодых игроков даже там, где другие не пытаются искать. Вот вы предъявили сейчас нам, зрителям, такого нападающего, как Зырянова. Что скажете по его первым матчам? Насколько он пока вписывается в вашу систему, в схему игры? Я думаю, это наш игрок. Я думаю, это наш игрок. Ему надо время чуть-чуть на адаптацию, конечно, к лиге. Но в целом могу сказать, что это наш игрок. И по габаритам и по мышлению, да? Да. И по энергии. Можно еще, Андрей Владимирович, у меня вопрос такое. Валерий Кадаренко, могу тебе поговорить. Что с Беляковым уже сейчас ясно? Серьезное? Беляков очень доволен, что выиграли. Понятно, если травма серьезная у него? Какое? Травмы? Ну, вы знаете, Федя у нас лидер по блокированным броскам. Поэтому я думаю, что все нормально будет. В лиге причем. Это Федя, наверное, как нападающий. Многие говорят, когда забивают. Мне спрашивают, как вы забили игол? Ну, я не знаю, это моя работа. Так же и Федя обычно нас отвечает. Этот майон. Спасибо. Еще вопросы будут? Спасибо. Спасибо тренерам. Удачи. Спасибо. Спасибо.